Сейчас я буду собирать спагетти карбонара. Его готовить не надо, он просто собирается из готовых ингредиентов. Первое, что надо сделать, это вынуть из пакетика вот эти все эмульгуляторы. Мы ими не пользуемся, они просто добавляют лишний вес. Я раньше засовывал лапшу в зиплок, но это не очень хорошо, потому что когда засовываешь лапшу открытую, она в рюкзаке может зиплок протыкать. Поэтому сейчас я сменил тактику и вот эти пакеты с лапшой я просто привязываю к зиплоку отдельно. Этот пакетик очень мало весит, поэтому его не сложно потом выкинуть, но это дает дополнительную защиту твоим пакетикам, иначе если их проткнуть, это в общем-то довольно большая проблема. Ну и бульон вот этот вот вынули. Основа блюда карбонара, это вот этот порошок карбонара. Он не продает в США. Абсолютно непонятно, почему он не продает в США, но Кнор его выпускает по всему миру. Я вот его заказываю в интернете и это Кнор Германия. Для меня остается загадкой, с какого перепуга в общем-то он в США не продается. Это то, что дает вот этому блюду свою уникальность. Мы собственно вот один пакетик, пакетик, сколько он тут грамм? Позже скажу. Рассыпаем на две части. На две части я уделю, этого в общем-то больше чем достаточно. Значит вот сам карбонара соус рассыпан. Точно также бекон кладем отдельно, чтобы он не соприкасался соусом. Теперь нам нужно просто это лапша, мы теперь собираем, пармезан, если вот он есть распасованный хорошо, бекон отдельно и топленое масло. Все, на этом как бы сборка этого заканчивается, но это блюдо очень самодостаточное. На трейле все это смешивается и довольно вкусно получается. Сейчас посмотрим, какой вес от этого. Вес большой, 208 грамм. Это потому, что у нас вот пачка бекона больше, чем должно быть и топленое масло, 17 грамм. Обычно эту порцию я делю на два человека, но так как я сейчас иду один, у меня особого выбора нет, скрывать это нельзя. Но в общем-то 200 грамм это тоже не предел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова